Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Об этом говорили на митинге не только представители старшего поколения. Даже самые юные анапчане осознают значимость присоединения Крыма к России. Я горжусь своей Россией, что мы помогли Крыму, что теперь у этих детей будет всегда мирной головой, как у нас. И всего им хорошего, чтобы больше не было никогда войны. Я и мои друзья рисовали эти рисунки. Мы хотели, чтобы Крым, Россия и Украина жили дружно и мирно. И тогда все будет хорошо. После патриотических выступлений активистов акцию продолжил праздничный концерт. Молодым людям с ограниченными возможностями здоровья рассказали о возможностях для самореализации в рамках форума «Гражданская консолидация», который проходит в эти дни в Анапе. Крывые власти пообещали, что следующий форум проведут не через год, как изначально планировалось, а через полгода. Нужно понять, кто будет у тебя покупать твои услуги. Участникам форума на примере небольшой транспортной компании, в которой пять грузовиков рассказали про то, что бизнес начинается не с денег или покупки машин, а с идеи. Идея же – порождение разума, а не тела. Самое большое ограничение у нас в голове. И от них нужно избавиться, потому что в каждом скрыт самый большой потенциал. Здесь очень интересно рассказывать о восстановлении своей цели. То, что ты такой же, как и все, и у тебя такие же возможности, как у обычного человека. Я уже начал, оказывается, и довольно-таки правильно начинаю. То, что когда я заболел, грубо говоря, не плакал, а начал действовать. Начал также в интернете учиться. Сейчас занимаюсь, продолжаю учиться. Уже есть маленькие, но результаты уже есть. На базе санатория Анапа собрались более ста человек со всего Краснодарского края. Помимо тренингов, им рассказывают о взаимодействии с органами власти и волонтерскими организациями. На выходе организаторы планируют получить как минимум три новых социальных проекта. Эти идеи могут в будущем принести такие результаты, о которых наше современное общество, быть может, даже и не представляет. Сегодня, видя ваш зал и видя ваши заинтересованные глаза, вы все молоды. И вы – это будущее всего, что будет происходить. Но вы молодые, и у вас идеи совсем другие. Ваши потребности совсем не те, которые, может быть, были 10 лет назад. Поэтому вносите свои предложения по работе, по обсуждению тем. Мы будем вас слышать. Мы хотим вас слышать. Мы хотим разговаривать с вами на одном языке. В Анапе часть инициатив поступает от участников молодежного совета при главе, которые передвигаются по городу на колясках. Они сегодня, знаете, с ограниченными возможностями, но занимают безграничную активную гражданскую позицию. И мы очень рады, что они с нами. Вот как раз они являются контролерами, ездят по городу, проверяют бордюры по заданию главы. И все недочеты мы сдаем ЖКХ и потом их контролируем. В качестве примера Людмила Мурашова привела городской театр, где проходила встреча. Он оборудован подъемниками, пандусами и другими необходимыми вещами. Со слов Валентина Игнатенко, в этом году Краснодарский край на втором месте в стране по объему средств, которые пойдут на организацию безбарьерной среды. Поэтому на краевом уровне рассчитывают, что, по сути, непосредственные заказчики будут активно выходить на местные власти, рассказывая, где необходимо обеспечить проезд. А Сергей Килин отметил, что из-за повышенного интереса делегатов форум, который проходит впервые, в следующий раз соберется не через год, как планировалось ранее, а уже через полгода. Кубань получит 430 миллионов рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Это будет способствовать повышению доступности для населения дорогостоящих видов медпомощи. Субсидии выделят из федерального бюджета. Всего на эти цели предусмотрено почти 5,5 миллиардов рублей, которые будут распределены между 65 регионами. Анапские педагоги примут участие в конкурсе лучших учителей. Ежегодно, начиная с 2010 года, в России выплачиваются денежные поощрения в размере 200 тысяч рублей лучшим учителям за высокие достижения педагогической деятельности. С 4 апреля начнется регистрация участников конкурсной комиссии, а с 11 апреля эксперты изучат информацию по каждому учителю и определят лучших. Все, кто любит спорт, могут принять участие в спартакиаде трудящихся. Состязания проводятся с марта по июль. На первом этапе, который продлится до 30 июня, пройдут соревнования в трудовых коллективах по следующим видам спортивных дисциплин. Перетягивание каната, мини-футбол, гиревый спорт, легкая атлетика, плавание, шахматы и баскетбол. Принять участие в спартакиаде приглашаются поклонники здорового образа жизни, лица возрасте от 25 лет и старше, работающие в учреждениях, организациях и предприятиях, зарегистрированных на территорию города-курортом. Консультация и помощь в организации проведения соревнований готовы оказать Управление по физической культуре и спорту администрации. Контактный телефон указан на экране. В преддверии курортного сезона склад-магазин «Майдадыр» приглашает к сотрудничеству магазина, санатории, гостиницы и пансионаты. Ведь купить оптом профессиональную бытовую химию будет самым умным решением для руководителей предприятий санаторно-курортного комплекса. Оптово-розничный склад-магазин хозяйственных товаров «Майдадыр» готов помочь вам приобрести все самое необходимое. В ассортименте магазина «Майдадыр» присутствует более 8 тысяч позиций самых популярных товаров повседневного использования. Средства гигиены, наведение чистоты в доме, а также профессиональная химия для клининговых компаний. Чтобы поддерживать чистоту и порядок, не обязательно приобретать дорогостоящие импортные бренды. В магазине «Майдадыр» представлен широкий ассортимент отечественных аналогов, цены на которые в три раза ниже. А это хорошее экономическое решение в условиях кризиса. Визитная карточка магазина не только приятные акции и скидки, но и неизменно доступные цены и безупречное качество продукции. Средство «Альбавет» имеет отличные дезинфицирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии металлов. Обработку помещений можно проводить в присутствии людей и животных, потому что «Альбавет» безопасен и экологичен. Антипригар давно заслужил авторитет среди предприятий «Общепита». Это высокоэффективное щелочное чистящее средство, которое без труда очистит плиты, духовки, гриль, печи от высокожирных продуктов и других трудноудаляемых въевшихся загрязнений. Уникальное гислотное средство «Рапин К2Н» незаменимо для удаления самых застарелых и звездковых налетов. Подходит для очистки любых поверхностей от строительных загрязнений. Легко удаляет даже застывший цемент и шпатлевку. Подходит для очистки тепловых сетей. Для прочистки заторов в трубах не обязательно переплачивать. Эффективно справятся задачи «Рапин Экспресс». Добавит блеска корпусной мебели полироль «Рапин Фронт». Подходит для дерева, пластика, а также стеклокерамики. Бережно удалит загрязнение с мягкой и кожаной мебели «Марк Плюс». С антистатическим эффектом не усаживает обивку, не повреждает волокна. Для сложных известковых налетов можно приобрести «Флоресан». Это спаситель душевых кабин и акриловых ванн. «Конводет М» – средство, специально разработанное для очистки пароконвектоматов. Попрощаться с жирным налетом на кухне без труда поможет концентрированное щелочное средство «Рапин В». Справится с жировыми пробками в сантехнике «Рапин В Ща». Для мытья различных видов посуды и кухонного инвентаря в посудомоечных машинах используют средства «Флореаль АМП». Для ополаскивания и нейтрализации моющих средств на посуде применяют «Флореаль ОП». Закупка бытовой химии в больших количествах экономит много денег. Во-вторых, практически весь ассортимент имеет большой срок годности и не испортится долгие годы. Профессиональные и эффективные средства найдут применение не только на производстве, но и в быту. Оптовые заказы и розничные покупки здесь рады каждому покупателю. Наличный и безналичный расчет. Формирование заявок под заказ. Натуральная косметика, безопасные средства по уходу за делом. Бытовая химия, экономичные стиральные порошки. Профессиональные серии для волос. Удержаться от покупок здесь просто невозможно. Магазин «Майдадыр» отмечает свой день рождения. Поэтому для всех покупателей действует 10-процентная скидка к любой вашей покупке в течение всего марта. Курорт Анапа, улица Астраханская, 98. Пересечение промышленной и Астраханской. Телефон для справок 8-988-33-61-481. Внимание! Экстренное предупреждение. 19 марта на территории муниципального образования город-курорт Анапа прогнозируется сильный юго-западный ветер. 15-20 метров в секунду. Местами порывы 20-25 метров в секунду. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Рекомендуется закрыть окна, двери балконов и лоджии. Руководителям предприятия и организации просьба принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok